Вопрос о создании семьи очень важен. Безусловно, в этом вопросе люди должны спешить. И посланник Всевышнего не раз подчеркивал и призывал «Женитесь, выходите замуж!» Это важный момент, который не стоит откладывать на потом. Но в то же время нужно правильно подойти к вопросу создания семьи, к тому, как ты ищешь спутника жизни, и каким образом, найдя его, каким образом ты стараешься прочувствовать и понять, подходит ли тебе этот человек или нет. И здесь много возникает вопросов, как вообще с человеком общаться. Но, безусловно, нужно сохранять определенную дистанцию. Раз, определенную этику в взаимоотношении, в общении важно сохранять два. И третий момент, если встречаться, если общаться, то это должно быть в людных местах. И было бы самое лучшее, чтобы рядом с девушкой присутствовал махарам, присутствовал родственник, присутствовал родственник. Это важно. Потому что, ну, естественно, то, что в человеке гормоны играют. И в девушке, и в юноше. И важно, чтобы вот это общение не привело к какому-то неправильному поступку, за который в последующем будет стыдно как пред Всевышним, так и перед людьми. Из-за этого важно, ла тақрабузина, в Куране не зря говорится, не приближайтесь к тому, что является столь паговным грехом, как прелюбодеяние. Не говорится, не прелюбодействуйте, а говорите, не приближайтесь. И вот это понятие приближайтесь, вот этот момент, есть много путей, которые могут привести к этому неправильному поступку. И не зря посланник Всевышний, Алия Са-Асам, очень четко проговаривает, что ни в коем случае пускай мужчина не остается наизнеца женщиной, потому что третьим среди них будет шайтан. Будет шайтан. Из-за этого, если встречаетесь, то в обязательном порядке делайте это в людных местах, и желательно, чтобы с вами присутствовали родственники, в первую очередь со стороны девушки, с тем, чтобы они все-таки ситуацию контролировали. Безусловно, в момент, когда сидишь ты как жених, сидит девушка, а рядом сидит ее брат либо папа, то, наверное, ситуация не очень удобная, и ты в полной мере не сможешь прочувствовать ни себя, ни ее. Наверное, так тоже не должно происходить, потому что есть некого общения, и попытки понять друг друга, наверное, должного этого общения не произойдет. Из-за этого, если даже кто-то из родственников присутствует, то, наверное, он должен присутствовать где-то вдалеке, на каком-то расстоянии, с тем, чтобы молодые люди смогли комфортно с друг другом пообщаться, но, опять же, повторюсь, самое главное, чтобы мы понимали, для чего мы это делаем. Здесь должно быть искреннее намерение создать семью, а не просто погулять и просто пообщаться. Здесь должно быть искреннее намерение создать семью, И, соответственно, должны соблюдаться все эти порядки, все эти нормы, которые есть в исламе, которые есть в шариате, которые сохранились как некие традиции у тех или иных народов. Пускай Аллах всем тем, кто стремится к созданию семьи, дарует праведного, правильного спутника жизни и поможет ощутить неописуемую красоту мирской жизни, которая определенным образом раскрывается внутри семьи.